А внутриквартальных улицах в Сараагаше, похоже, забыли. Улица Майлы Кужа находится практически в центре города. Правда, нет здесь ни асфальта, ни освещения, да ещё и бездорожья. «Уже зима, сейчас вот дождь польёт, и тут будет болото. Сейчас школа, дети доходят до учёбы по колено в грязи. Вообще говорят, что мы живём прямо в центре. Но что-то не похоже. К нам, например, отказываются ездить в скорые. Они просто вязнут в грязи». По словам местных жителей, ночью они опасаются не только переломать ноги, но и нарваться на грабителей. В темноте хозяевами себя чувствуют горожане под градусом и местные воришки. Жалуются сараагашцы и на отсутствие чистой питьевой воды. Говорят, деньги на прокладку трубопровода с них взяли, а подачу воды так и не наладили. «С нас взяли по 5-10 тысяч, но так и не дали воду. Прокладывать трубопровод стали. Но трубы оказались некачественными. Два-три раза в неделю порыв, и опять мы сидим без воды». «С приездом нашей съёмочной группы на встречу к людям вышли и чиновники. Они признаются, трубы для водопровода действительно оказались некачественными. По словам заместителя Акима Сараагаша, их должны заменить через несколько дней. Пообещали разобраться и с освещением на улице. Заберили, свет здесь появится на шести столбах. А после займутся асфальтированием на участке в 400 метров». Освещение проведут на 21 улице. Правда, только в следующем году. Чиновники оправдываются, мол, проблему не могут решить из-за отсутствия средств. Мол, деньги на благоустройство им приходится клянчить у бизнесменов.